Макароны на завтрак для бекона. Скоро сварятся уже. Я, наверное, пол литра выпила кофе. Не знаю, потому что пить хотела или не могла напиться кофе. Поэтому одна банка полностью закончилась. Хорошо, что у меня есть еще одна. Я сперва хотела порезать бекон, но не стала. Подумала так лучше. Вот завтрак для моей семьи. Это макароны. И бекон я сперва думала порезать, но потом решила не резать. Лучше так. Так, наверное, будет больше вкуса. Заварила зеленый чай. Вот мой чай. Сейчас минут пять подожду, и он заварится. Накипи ужасные на чайнике из воды. Его надо как-нибудь токсусом помнить. Сегодня я решила приготовить что-нибудь из сладкого. Решила вареную сгущенку сделать. Вот из такой сгущенки. Но оставить варить я ее боюсь все же. Потому что если она взорвется, то будет не очень хорошо. Поэтому я ее перевели в емкость и поставлю в духовку. Она, конечно, будет не такого вкуса и цвета. Но хоть как-то будет более на карамель похоже. Сгущенку в такую емкость. Она не грязная. Просто от предыдущих разов она обгорела хорошенько. Потому что она резиновая. Сейчас я поставлю в духовку и посмотрим, что получится. Я налила кипятка. Потом смешаю с зеленым чаем. Обед я решила делать френч-райс с сосисками. Иногда хочется что-то очень вкусное. Может быть посмотрим какой-нибудь фильм. И такая еда как раз подходит для какого-то просмотра. Потому что есть рис и еще раз рис довольно скучно. Поэтому иногда хочется что-то вкусное. Но картошки у меня осталось не так много. Может быть еще на один раз. Я не знаю, когда будет возможность пойти в магазин. Поэтому раз в неделю устраиваю такие приятные мероприятия с вкусной едой. Которая конечно не очень полезная. Но в любом случае она вкусная. И просмотр фильма. Я могу это разделить на раз пять наверное. Так вот будет обед. Вот обед. Аромат стоит шикарный. Сосиски сделали замечательно. Картошка тоже как надо. Поджаркой. Очень вкусно. Обед я уже приготовила. Франч фрайс и сосиски. Самочувствие не очень хорошее. Даже. Вот. Потому что я на минут сорок уже опоздала с обедом. И самочувствие не очень хорошее. Потому что пора уже есть. Но зато у меня очень вкусный обед. Вышло немного подышать воздухом. Но пахнет горелым уже вечером. Завтра утром наверное плохое качество воздуха будет опять. И утро начнется головной боли. В кино мы смотрели «Битва при Севастополе». Хороший фильм. Я бы советовала посмотреть. Сложно рассказать впечатления свои. Но посмотреть стоит хотя бы один раз. Не скучно было. На ужин, про ужин не знаю. Наверное рис опять. Может быть обжарю его, чтобы сделать поприятнее. Потому что несколько дней уже ели рис. Ну так как на завтрак были макароны. Потом у него была картошка. Рис в принципе нормально пошел бы вечером. Я ела только один раз сегодня. Немного картошки и сосисек. Я не чувствую, что я хочу есть опять. Не знаю, что я буду на ужин. Тут вот у меня гуава. Я ее решила полить. Потому что листья выглядят довольно вялыми. Я ее не поливала уже дней пять. Это не очень хорошо. Я считаю, что воду надо тоже экономить. Поэтому я поливаю не часто. Просто сейчас очень сухо. Потому что все сидят дома. И если все будут пользоваться водой, то воды на всех не хватит. И поэтому, когда нужно поливать, я поливаю. Но не стараюсь это делать каждый день. Хотя нужно. Потому что очень жарко. И все растения могут погибнуть. Я смотрю, выхожу и слежу. Когда нужно поливать, тогда поливаю. Без особых каких-то усердств. Нарезала картошку, капусту, морковь. Буду обжаривать вместе с вареным рисом. Будет что-то вроде жарного риса. Перемешаю, скорее всего, с приправой карри. Она придаст что-то новенькое к блюду. Вот такой будет ужин. Я насыпаю уже карри. Поставила жареный с морковью, картошку и капусту. На ужин я приготовила жареный рис с картошкой и капустой с морковкой. Это выглядит вот так. Немножко карри. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ